Всем привет! С вами Дмитрий, канал Vega Crazy Motion. Сегодня я заехал в магазин Мир Кубиков в Атриуме. Мной, наверное, самый часто посещаемый магазин. И я туда, честно говоря, заехал, чтобы приобрести кое-какие новинки для своей коллекции. Но наткнулся на новые мини-фигурки 16 серии. Как-то я закопался в своем мультфильме и совершенно упустил из виду, что вышла новая серия. Поэтому вместе с новинками я купил еще и эти мини-фигурки, сразу всю полную серию. Вот все 16 фигурок этой серии передо мной. Крутятся и можем на них посмотреть. Прежде чем мы начнем каждую фигурку рассматривать по отдельности, давайте посмотрим на вкладыш со всеми фигурками вместе. Итак, чек-лист 16 серии. Все фигурки перед нами. Честно говоря, названия их я не сильно помню. Если я не ошибаюсь, это какая-нибудь снежная королева. Дальше то ли араб, то ли индус, киборг, чертенок, мальчик, то ли эмо, то ли призрак. В общем, у нас такая уже была эмо-девочка, теперь эмо-мальчик. Путешественник, исследователь Арктики. Девочка-кикбоксер или боксер. Пират, девочка-пингвин. Почему девочка, может, и мальчик. Какой-то ниндзя-лучник, разбойник. Дальше участник собачьего шоу, мексиканец, профессиональный какой-то тут киллер или шпион. Человек-банан и мама с ребенком. Или, по-моему, это все-таки няня, по-моему, это не мама. Вот, значит, фигурки. Сразу первое мнение. Большое количество полезных аксессуаров, очень хороших лиц и полезных торсиков. Серия, прям вот как только появилась картинка, я эту серию ждал с нетерпением. Теперь давайте рассматривать фигурки и, может быть, я смогу объяснить свое мнение. Так, с обратной стороны чек-листа у нас что? Схема, как собираются две типа сложные фигурки. Это у нас чертенок и снежная королева. Ну, я ее называю снежная королева, а там, честно говоря, не знаю, кто это. И какая-то непонятная картинка с бананом. Все, переходим к фигуркам. Вот, и здесь у нас пингвин. Человек в костюме пингвина. Не знаю, зачем, но прикольно. Давайте теперь... А, он еще и на коньках, кстати. Да, вот почему у меня ассоциация возникла именно с маскотом хоккейного клуба ЦСКА. Поднимаем ему пингвиню голову. И перед нами такой молодой человек, даже по виду, я бы сказал, ребенок, с интересной эмоцией, который прячется под этим пингвина. Может быть, это карнавальный костюм, ножки вообще детские. Так что, да, скорее всего, это ребенок на каком-нибудь ледовом шоу. Может, он занимается фигурным катанием. С обратной стороны ничего нет. Все черное и эмоций второй нет. Это фигурка первая. Следующая фигурка, это просто обалденная фигурка. Это путешественник. У меня просто слов нет. Описайте весь восторг от данной модельки. Посмотрите на ее рюкзак, на принт, на торсики, на лицо, на ноги, на карту, на аксессуары, на компас. В общем, восторг-восторг. Словами не описать. Значит, вначале аксессуары. У нас есть карта, какой-то там путь указан. И у нашего путешественника еще есть компас. А теперь посмотрите на его лицо. Абсолютно ясно, что он заблудился. У него полное недоумение, такая потеря себя в пространстве. Где же я, глядя на компас и карту, вопрошает он сам себя. Глаз вопиющего в пустыне. Теперь смотрим на его торсик. Очень классный торсик. В таком туристическом, профессиональном костюме, с профессиональным оборудованием. Видно, что рюкзак через плечи на поясе застегивается. Такой там 100-литровый рюкзак. Ноги двуцветные у него. Из смешанного пластика. Очень классно сделано. И, конечно, чумовой аксессуар-рюкзак. Рюкзак очень-очень-очень классный. Давайте снимем так. А, у него еще есть вторая эмоция. Смотрите, он нашел путь домой. Или нашел золотую жилу. Никто не знает, что он там искал по карте. Ну, а с обратной стороны на торсике ничего нет. Просто зеленый торсик. После путешественника возьмем для обзора еще одну фигурку путешественника. Ну, в какой-то степени они схожи в своих интересах. Потому что этот человек тоже много где ездит, ходит. И тоже у него есть карта. Значит, у него карта, если у путешественника сухопутная, то здесь карта морская. Мы видим какие-то там острова, волны. И наш пират одноглазый, уже такой бывалый, в рваном кафтане, что от него осталось. На руке татуировка в виде якоря. И в руке у него сабля. Щетина. Классная голова у него сделана с повязкой. Такая лысая башка с красной повязкой. Второй эмоции, конечно же, у него нет. Потому что сзади у него ничего волосами или шапкой не закрывается. Соответственно, второе лицо просто некуда впихнуть. Человек-банан. Вот уж кому повезло. Бывало, что вернется, он такой с работы домой. А его спрашивают друзья. Привет, а ты кем работаешь? Где ты работаешь? А он такой говорит, а я человек-банан. И все в смущении опускают глаза. Потупляют взоры. И молча отсаживаются и расходятся. А ему все равно. Он на веселе все время. Он человек-банан. Он очень позитивный. Итак, у нас человек-банан. На котором написано банана. Снимаем с него, собственно, сам банан. Здесь одно лицо. Вообще жалко, под банан могли бы два лица запихнуть. Два пластика сделаны на руках. Как будто рубашка с коротким рукавом. Рисунков, принтов никаких нет. Ну и лицо счастливого человека в солнечных очках с залихватской такой улыбкой. Дальше у нас идет победитель конкурса, точнее, конкурса о собачьего шоу. Молодой человек в синем костюме, у которого на груди красуется цифра 1. То есть, он занял первое место. Точнее, его собака заняла первое место, а он ее хозяин. У него также есть кубок, на котором нарисована цифра 1. В первую очередь, хочется сказать, что такой собаки в Лего раньше не было. Ну, либо она была, но избегала моего внимания. Я ее не видел. Что еще хочется, на что еще хочется обратить внимание? Это прическа молодого человека. Она очень хорошая, может пригодиться для кастомов каких-нибудь, разнообразить мужские прически. Костюм, кстати, кроме цифры 1, стоит обратить внимание на собачью кость, которая виднеется в правом кармане. Правильно, заботливый хозяин всегда должен иметь что-то, чем покормить собачку. Ну, и еще раз обратим внимание на собачку. Она очень классная такая, миловидная, симпатичная собачка. Я рад, что она у меня появилась. Пойдет в коллекцию животных, которая у меня все расширяется и расширяется. Дальше у нас молодая мама или няня. Не знаю, как можно ее классифицировать. Короче, у нас достаточно юное создание, наверное, все-таки няня, которая идет в уникальной футболке. Такого принта раньше не было. На принте нарисована симпатичная собачка. Наверное, девочка любит ходить на собачьи шоу. И видела, как недавно какой-то белый терьер занял первое место. Так вот, подрабатывает она няней. И мы видим, что в руке у нее бутылочка молока, которая характерна для наборов Лего Фрэнс. И во второй руке, собственно, ребенок. Она его как-то не очень аккуратно держит, но, наверное, она уверена, что не уронит. Фигурка уже не уникальная, но по-прежнему симпатичная. Значит, у меня получается в коллекции очередной ребенок. Маленький такой, с маленькой головой. И уникальная девочка, потому что раньше такой тоже не было. Я просто обожаю этнические такие вот национальные фигурки, национальные мелодии, характеры в Лего сериях. Мексиканец получился просто замечательный. Очередной мексиканец. Теперь, когда делаешь сценку по Мексике, по Дикому Западу, можно будет еще разнообразить фигуркой одного мексиканца. Очень хороший торсик. Кстати, торсик может подойти и для Европы, тоже какого-нибудь там 19 века. Лицо только с усами и шапкой поменять. Так что может прокатить. Но в целом спасибо за очередного мексиканца. У нас теперь еще есть и черная шляпа. Очень хорошо она сделана. Посмотрите, кайма какая из серебристой вязи по длине всей шапки. Плюс, я думаю, что многие из вас еще обратили внимание на гитару. Наконец-то акустическая гитара появилась в Лего. Не надо покупать левую гитару у Brick Forge. Она, конечно, качественная. Но у Лего все-таки гитара получилась получше. Вот, отличный мексиканец. Плюс дополнительно еще у него есть усы. Не новый аксессуар. Такой уже использовался. Аксессуар хороший, пусть будет. Усатый мексиканец в шляпе с гитарой. Это у нас такой персонаж для каких-нибудь комедийных фильмов ужасов. Вроде, с одной стороны, и такой мрачный, темный персонаж. Но, с другой стороны, что-то есть в нем забавное и какое-то вот такое несерьезное. Не знаю почему, но его лицо мне серьезным и страшным совершенно не кажется. Это такой вот мальчик эмо мрачный или призрак. Я помню, когда-то была комедия под названием «Семейка Адамс». Вот он бы там классно смотрелся. Мальчик в черно-белых тонах. У него торчит зуб на манер вампира. Прикольная прическа. Прическа не новая, такие уже были. Но все равно прическа хорошая. Опять-таки, классно сделано смешение пластика и на рукавах, и на ногах. У него там вроде как получаются черные ботинки и короткие рукава. Плюс паук в руке. И классная книжка с принтом «Спуки Тейлз». То есть, страшные истории. И как бы еще на черном фоне белая паутина подчеркивает ужасное содержание этой книги. Одного пингвина в наборе леговцам показалось мало. И они дали еще второго пингвина в комплекте с исследователем Арктики. Итак, у нас есть какой-то тут очередной ученый, любящий холодные климатические зоны. И небольшой пингвин, который пойдет в коллекцию животных. Пингвин очень классный, маленький, симпатичный. Мне понравился. Сотрудник из Арктического бюро исследователей у нас в теплой зимней одежде. Что вполне естественно, с фотоаппаратом в руке. Принт куртки достаточно хороший. Можно использовать не только в Арктике, но и в обычном городе. Типа там в зимних сценках. Снимаем теплый капюшон. Поворачиваем лицо. И мы видим такой вот прищур. Когда фотограф фотографирует, обычно примерно такое лицо он и делает. Один глаз закрывает, вторым там высматривает объект. А можно использовать просто как дополнительную эмоцию в каких-нибудь мультфильмах или сценках. В целом я доволен этой фигуркой и особенно пингвином. Ну что, вот мы добрались до одного из фаворитов этой серии. Мне фантастически нравится этот лучник. Он идет, по-моему, под официальным названием как разбойник. Наверное, после путешественника он у меня будет на втором месте. А может быть, даже они у меня и разделят первое место по тому, насколько мне фигурка понравилась. Значит, этот лучник прикольный, во-первых, своим торсиком, картинкой на торсике и на ногах. Его можно использовать как в сценках на Дальнем Востоке, в Японии, в Китае. Он отлично подойдет для арабских стран, для средневековой Европы, может на бандита подойти. Короче, абсолютно универсальный торсик, который можно использовать где угодно. А это очень-очень полезно. Плюс еще хочется отметить следующий факт. Возможно, я пересмотрел сериал «Стрела», но мне этот лучник очень напоминает воинов Рассальгула. То есть, из Лиги Убийц, вот такие вот шестерки, обычные воины, которые помогают Рассальгулу в разных его делах. Вот в сериале «Стрела» они очень похожи на этого лучника. Также примерно одеты, бегают с луками в таких же капюшонах, иногда с мечами. Отличная фигурка. И капюшон у него совершенно нестандартной формы, одновременно с закрытым... Так, и лицо, кстати, прикольное. Лицо абсолютно не азиата, такого вот бритиша какого-нибудь. Давайте посмотрим еще раз отдельно на капюшон. Очень классно сделано. И второй эмоции у него нет. Ну, а вот перед нами девушка, которой бы я никогда не рискнул сказать, что она поправилась. Вид у нее весьма залихватский, боевой, в красном цвете наш анакик-боксер или боксер. Шлем у нее такой вот боксерский. Спортивный принт на торсике и спортивные шорты на ногах вместе со спортивными ботинками на завязочках. Значит, у меня, честно говоря, огорчение только одно, что вышел боксер красный, не помню в какой серии, и теперь вышла девушка-боксер опять красный. То есть, я своему красному боксеру никак спарринг-партнера не могу найти, потому что хотелось бы, чтобы отличался цвет. И я очень надеялся, что будет боксер другого цвета. Можно было бы использовать женский торсик для нового боксера, но она тоже красная. Это очень плохо. Красный боксер не может биться против красного боксера. Поэтому вот цвет меня, честно говоря, очень сильно расстроил. Ну и давайте посмотрим на ее вторую эмоцию, если она есть. А она есть. Ух ты! Я думал, что там эмоция боевая. Нет, боевая эмоция здесь. Здесь вообще у нее на лице застыла эмоция. Сейчас всех порву. Так, давайте более миролюбивую оставим. Вот такая вот у нас девушка-боксер, которая может постоять за себя. Если бы я мог использовать музыку из миссии «Невыполнимо», я бы сейчас для обзора этой фигурки ее бы и включил. Перед нами какой-то спецагент. Шпион. Не знаю, хороший или плохой. Это уже пусть ваше воображение вам диктует. Но фигурка шпиона очень-очень крутая. Принт на торсике, принт на ногах. Супер детализированные, очень качественные. Здесь и кармашки, зипперы, пояс, подсумки, наколенники. В общем, принт очень-очень хороший. Также дизайнеры не обделили принт левую руку. Тут то ли часы, то ли что-то еще. На спине я пока не вижу. У нас тут, похоже, парашют. Ну и на правой руке ничего нет. Значит, из минусов у него в руке убогий пистолет. Если они давали ему пистолет, то могли бы дать хотя бы леговский револьвер. С другой стороны, они могут намекать, что это пистолет с глушителем. Тогда, наверное, даже похоже. Во второй руке у него веревка. Такая же веревка, как у альпиниста, только черная. Так что это такой вот несколько новый аксессуар. И у него прибор ночного видения. Он не поднимается. У него как бы пазы для того, чтобы его одеть, сразу сделаны в прическе. Поэтому прибор не поднимается. Наверное, даже это не очень хорошо. Давайте его снимем, посмотрим на лицо и на прическу нашего товарища. Итак, с отстегнутым прибором ночного видения вот так вот предстает перед нами наш шпион. У него наушник и микрофон на лице. Очень серьезный сосредоточенный вид. И прическа, которой раньше никогда не было. Можем было бы ее активно использовать, но меня вот несколько смущают пазы для этого прибора ночного видения. Давайте посмотрим на вторую эмоцию. А ее нет, потому что перед нами шпион с нордическим характером. У него не меняются эмоции. С таким лицом он встретил известие о Третьей мировой войне. С таким же лицом он встретил известие о том, что у него родился сын. Короче, эмоций ноль. Так, давайте спину проверим. Если там принт, если нет, то пойдем дальше. Снимаем парашют. Нет, тут черно. Черным черно. Ничего нет. Перед вами помощница по кухне ножи 2016. Собственно, ставим ее на кухню. Кладем перед ней капусту какую-нибудь. И дальше она начинает все это дело шинковать. Двумя ножами в мелкую труху. Ну, а если серьезно, то перед нами снежная королева какая-нибудь. Либо волшебница такая из... Откуда? Откуда-то где холодно, короче. Может быть, из Нарнии какой-нибудь. Как там волшебницу звали. В общем, она вся в бело-сине-серых тонах. В таких прям вот холодом от нее веет. У нее ледяная корона, голубая кожа отмороженная. На спине торсик. Так, там принтов никаких нет. И самое, конечно же, притягивающий взгляд. Это ее, скорее всего, это магия. То есть, наверное, она ледяные лучи куда-то вот направляет вперед и пытается кого-то заморозить. Но, с другой стороны, я тут подумал, что было бы прикольно, если бы ниндзяковские мечи какие-нибудь имели такой же хват. То есть, был бы с обычным хватом и с таким хватом. И тогда можно было бы вот некий выпад вперед делать, а не только рубящее движение. Короче, для анимации неплохо было бы такие хваты сделать у многих оружий. Чертенок. Маленький ребенок, который в Хэллоуин бегает по квартирам и собирает конфеты и поет какие-то там песенки. Классная фигурка с хвостиком, крылышками. Это на что? Сосуд для конфет в виде тыквы черепа и трезубец черный, которого раньше тоже, по-моему, в Лего не было. Второй эмоции нет, поэтому у нас просто вот такой вот задорный ребенок с высунутым языком. Очень классная фигурка, крылышки мне особенно нравятся. Серые такие были, красных не было. Ну и дьявольский хвостик тоже хорош. Киборга я разложу вначале на части, чтобы показать, что у него нет принтов на торсике спереди-сзади. Теперь мы его собираем. Киборг привык, что его все время собирают, это же машина на сборке. И смотрим. Синие волосы, лицо на половину человека, на половину машины. Классный торсик на ногах и на броне, который вешается сверху. Сзади крепление для бластеров. На ногах, кстати, тоже хорошие принты. Точнее, только на левой почему-то. А на правой руке зато тоже есть принты. В общем, такие вот немножко не симметричные, а симметричные принты. Прикольная фигурка. Вообще, киборгов и всяких вот таких вот роботов, хороших и плохих, в Лего сериях достаточно много. И уже надо подумать о создании какого-нибудь спецотряда убийц-киборгов для какой-нибудь миссии. Пахнет новым сериалом, похоже. И последняя фигурка, которая мне тоже очень нравится. Как я говорил, я люблю такие вот национальные этнические нотки в фигурках. Здесь прям вот хочется включить музыку «Арабская ночь» под обзор этой фигурки. В прошлой диснеевской серии у нас был «Аладдин». А это такой вот один из охранников, которые бегали по агробе за ним и пытались за яблоко отрубить ему руку. Слуги царя. Классная фигурка. Зеленый тюрбан на голове. Я вот не знаю, что-то у нас со второй эмоцией не помню. Ее нет. Ну и ладно. В принципе, этот «Араб» он может подойти также и пройти за индуса. Поэтому весьма обширное поле использования этой фигурки. Классный большой меч, но меч-то не новый. Ладно. Хороший торсик, белые штаны, коричневые ботинки, перевес через плечо и золотой браслет. Тут я вижу на левой руке. На правой его, похоже, обделили. Сейчас посмотрим. Нет, на правой тоже есть. Это просто внутри принта нет. Вот. Отличное лицо. Ну, вообще, как бы, одни положительные эмоции об этом «Арабском воине». На прощание пару слов. Серия просто убойная. Лучшие фигурки для меня. Первый топ-5, наверное. Это путешественник, лучник, мексиканец, арабский воин и, наверное, кто-нибудь. Кто-кто, черт, не знаю, я путаюсь. Тут столько классных фигурок. Короче, не будет топ-5, остановимся здесь. Остальные мне очень нравятся. Меньше всего мне нравится, наверное, «Человек-банан», потому что не знаю, где его использовать. И, может быть, «Пират», потому что тема «Пиратов» у меня тоже особо не раскрыта. Хотя тоже, знаете, здесь не такая большая разница в моих приоритетах. Они все примерно одинаковые. Серия очень хорошая. Прямо вот аутсайдера даже указать не могу. Плюс огромное количество полезных аксессуаров редких, полезных эмоций, лиц, торсиков. Короче, просто клад для того, кто снимает мультики или делает сценки. Отличная серия. И у меня новые 16 фигурок в моей коллекции. Спасибо за просмотр. С вами был Дмитрий, канал Лега Крэзи Моушн. Подписывайтесь, ставьте лайки. Оставайтесь на канале. До новых встреч. Увидимся. Счастливо. Пока. Продолжение следует...